Дракон Некрасивым, но очень жадным Звали его Пи-Сю Его изображают в виде вот такого маленького смесь дракона и собаки С огромным ухтом до ушей И очень большой попой Этот сын дракона Пи-Сю питался только золотом и драгоценными камнями Но он был настолько жадный, что не хотел их выпускать из себя И поэтому его попа все разрасталась и разрасталась Поэтому он является символом накопления богатства Китайцы покупают эти фигурки в основном из нефрита И ставят их дома лицом к выходу Чтобы деньги, драгоценности, золото заходило в дом И попа его мутер дома Для того, чтобы из дома они не выбывали Поэтому, чтобы привлекать деньги, выходя на работу Хозяин дома каждый день гладил его по носу И потом гладил по попе Задобрял этого маленького дракончика Пи-Сю Для того, чтобы в его дом прибывало очень много денег и богатства А теперь мы посмотрим на это Это камень называется твердый нефрит Твердый нефрит называется жадаиль То есть твердость приближается к бриллианту Поэтому он тоже может резать стекло Мы на свет посмотрим Вот заметили, среди них еще есть фиолетовый цвет Фиолетовый цвет очень мало Обычно из такого цвета изготовляем ювелирные украшения Мы посмотрим еще раз Натуральный нефрит, он просвечивается Еще есть прожилки внутри Вот его рот до ушей А вот его очень большая попа Вот такой символ накопления богатства в Китае